Вот и листья собрали в костры, В них впитаются черные росы, Кто-то лето сжигает следы, Кто-то осенью жертву приносит. Из ведра на начавшийся зной Влажно выпадет россыпью став, Непонятных предметов страной Узел летних забав. Посидеть одному на крыльце, Час дороги уже на весу, Редко крикнет, то птица в лесу, То трамвай на кольце. Сегодня вы в гостях у 10-го выпуска Телегры Маркиза. За эти 10 выпусков у нас появились Какие-то свои традиции. Мы всегда начинаем с музыки. У нас всегда шарады, загадки. Всегда звучат имена великих российских литераторов, Знакомых вам литературных героев. В конце программы всегда появляется наш гость, Великий русский актер. Что-то новое за эти 10 выпусков Умудрился узнать о себе и я. Так, теперь, если раньше у меня и были Какие-то сомнения на этот счет, Теперь я точно знаю, что ростом я Повыше Лии Ахиджаковой, но ниже Юрия Яковлева. Я помладше Евгения Вестника, Но старше Ирины Алферовой, Маргариты Тереховой, Той же Лии Ахиджаковой. Уже хотя бы потому, что все женщины На наших программах молоды. А мужчина, по определению одной из участниц нашей игры, Молода только до 30 лет. И даже ее поправка включительно Не могла сильно поднять смену настроения. Ну что ж, пора начинать сегодняшнюю игру. И начинает ее наш гость из Львова, Настоящий украинский кабзарь, Василий Жданкин. Я вас приветствую, дорогие друзья. И хоть родители мои украинцы, Родился я на Кубани. И посему хочу спеть сейчас кубанскую песню. Уй, да не вечер, да не вечер, Мне малым мало спалось, Мне малым мало спалось, Ой, да вас не привиделось. Мне малым мало спалось, Ой, да вас не привиделось. Мне вас не привиделось, Вот так, поня мой вороной, Разыгрался, расплясался, Ой, разрезвился подо мной, Ой, налетели ветры злые, И сорвали чарну шапку С моей буйной головы, Ой, я саму так адлив был, Он сумел сон мой разгадать, Ой, пропадет он говорил, Твоя буйная головы, Ой, пропадет он говорил, Твоя буйная головы, Настало время начать нашу игру. Итак, первый отборочный конкурс. С недавних пор мы сделали традиционным следующее задание, которое формулируется так. Загаданный, загаданный исторический персонаж, Историческое лицо, не литератор, Но человек, оказавший влияние на российскую литературу, А может быть и мировую. Прошу задавать вопрос. Это мужчина или женщина? Вот нельзя задать вопрос. Мужчина? Да. Был ли он когда-нибудь монархом? Монархом? Ну да, царем там, королем или еще кем-то. То есть действующим монархом? Нет. Не жил ли он случайно в 11 веке? Нет. По-моему. Он был князем? Хороший вопрос. И не назвать ли, чувствую, я не его философским, Чтобы вот так вот... А вот назову я его философским, этот вопрос. Этот исторический персонаж родился в Москве? Нет. В сферу его влияния на литературу входила цензура? Нет. В слове о полку Игореве он никак не упоминается? Никак. Его деятельность была меценатской? По отношению к литературе, если да. Да. Нет. Занимал ли он какой-либо ключевой пост в Золотой Орде? Нет. Бог миловал Золотую Орду. Он прославился как воин или принадлежавший какому-то военному званию? Ну вот, пожалуйста, уточните. Если вы имеете в виду, что он прославился именно своими воинскими подвигами и сохранился в памяти поколения только благодаря этим воинским подвигам, это одно. Если вы имеете в виду, был ли он ко всему прочему еще и военным каким-то... Первое, первое. Первое. То есть сохранился он в памяти поколения только благодаря своим воинским подвигам? Нет. Умел ли этот человек писать? Писать? Да. Был ли он в роду Рюриков? В роду Рюриков? Да. Нет. Он был русским человеком. По душе, по судьбе, по национальности, по вере, что вы имеете? По душе, например. В душе? Да. Ну, вот в душу не залежьте, тем более. А по национальности? Нет. Был ли он в какое-то время своей жизни заключенным? То есть подвергался ли он заключению, тюремному заключению или преследованию со стороны тогдашнего режима? Вот заключение, тюремное преследование – это разные вещи, потому что человеку могут преследовать, но не сажать в тюрьму. Ну, хорошо. Преследования были со стороны режима по отношению к этому человеку? Бывали. Скажите, пожалуйста, не был ли он эфиопского цвета кожи? Эфиопского цвета кожи, вы хотите сказать? А какой цвет кожи? Темный, темный. Преследование автасской национальности. Нет, 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 нет. Я имею в виду черную, раз. Да. Спасибо. Вы хотите ответить? Хорошо. Ваша версия. Ганнибал. Ганнибал. Абрам Петрович Ганнибал. Ваши аплодисменты были справедливыми. Браво. Прошу вас. Сейчас я хочу спеть украинскую песню на стихи современного поэта, вернее, почти современного, потому что я писал он в 30-х годах. Этот поэт Богдан Антонович и песня называется «Жизнь по-гречески биос». Овес, метелки и присяги коханців. Весна закрутить хмільно, веретена травня. Виси ці куни і дівчата вранці. Рація. Водро. Ви хмільно, веретена травня. Ви хмільно, веретена травня. Годинник сонця квітом бьет години. И стулируются маки в вечеринке. О, так под небом недосяжным и безмежным Ростут и родятся звери, люди и росли. О, так под небом недосяжным. Как хотя бы один тур программы может провести другой человек. Я говорил, что в нашей программе много друзей. В числе друзей программы наш театр АТХ. И вот некая неожиданность для этого театра. Я приглашаю сюда актера театра АТХ Сергея Ганина. Сережа, пойдем ко мне. Сергей Ганин. Давайте посмотрим, как хотя бы один тур маркизы проведет Сергей Ганин. Значит, Сережа, не пугайся, пожалуйста. Все очень просто. Я загадываю известного российского литератора. Ты не знаешь, кто это. Вы тоже не знаете. Тур идет совершенно официально нормальный, предварительно отборочный тур. Второй. Его победитель выходит в финал. Ну, проводит его Сергей. Значит, загаданный известный российский литератор. Вы задаете Сергею вопросы, он на них отвечает. Отвечает следующим образом. Есть такие карточные игры, где вот есть перемагивание, перемигивание. Вот так вот. Там буби, черви, да? Перемигиваться. Да, Сережа, вот ты смотришь на меня. Если я тебе говорю да, ты говоришь да. Если нет, ты говоришь нет. Ну, я тебе показываю так, да? Нет. Только вы мигаете как-нибудь. Хорошо. Задание ясно, да? Загадан известный российский литератор. Игру везет Сергей Ганин. Прошу задавать вопрос. У меня видно, Сергей? Ага. Ну, так что? Нет, вопроса не ты задаешь. Это мужчина? Кажется, да. Он случайно не имел отношения к абериутам? Ну, абсолютно никакого. Какая жалость. Ну, ребята, ребята, вопросы, вопросы. Вопросы не успеем, не успеем, ребята, не успеем. Не работал ли он случайно в своей жизни кондуктором? Ну, конечно, нет. Он прожил долгую жизнь. Относительно. Он почил в Бозе? В Бозе. Ну, не в Позе, а в Бозе. Почил. Имел ли отношение к литературе кто-нибудь из его семьи? То есть, абсолютно. Басни он писал? Басни, басни, басни. Никаких басен, нет. Никаких басен, по басенок. Он не писал. Скажите, у него была борода. Борода? По-моему, да. Писал ли он пьесы? Драматургом был? Нет, пьесы не писал. Был ли он обвинен когда-либо в богохульствах? Так. Очень интересный вопрос. Уточнись бы неплохо. Что под богохульствами? Я прошу прощения. Вот богохульство, по-вашему, это что? С точки зрения современного человека? Ну, это любое действие, которое не одобряется церковью. Так. Это что-то про анафему? А какую церковь, собственно, имейте в виду? Да, в общем-то, любую. Какой-нибудь из существующих в его время. С точки зрения одной церкви это было богохульство, а с точки зрения другой церкви это было правомерно и ортодексально. Или просто богохульство? Это против любой религии. Это все... Нет, нет, он против какой-то одной. Ну, хорошо, скажем нет, Сережа. Нет. Не был ли он негром? Тем очень популярный вопрос. Эфиопский цвет кожи. Простите, наша программа, что вы считаете, сегодня юбилейная мархиза должна быть посвящена дружбе с африканским континентом, что ли? Оказывается, нет. Поэтому он не был случайно? И поэтому он не был. Писал ли он сказки? И сказок не писал. Простите, конечно. Он летописец? Летописец? Нет. Писатель практически ничего не писал. Это только один человек? Да. Так, ну я рискну, пожалуй, ответить. Взрыв аплодисментов. Внимание. Так, ну, не помню, каким из великих компонентов это было сказано, что музыку творит народ. Возможно, это весь народ-то и есть. Ну, что делать? Мы считаем, что это неправильный ответ. Считаем. Мы знаем, что неправильный. Считаем. Часто ли он в политическом процессе, происходившем в России? Как, вот, именно как литератор? Именно как личность, которой прислушивались, которые могли, так сказать, чьи статьи, там, книги, в зависимости от того, что он писал, если он что-то писал, могли оказать влияние на политическую ситуацию страны? Вот мы сейчас Серёже ответим, да, но всё зависит от того, чтобы понимать политическую ситуацию. Принадлежал ли он к духовному званию? Да, он принадлежал к духовному званию. Так, будем называть всё слово, да? Да, я попытаюсь. Я думаю, что это протопоповакум. Итак, аплодисменты. Это был протопоповакум. Спасибо. Я бы не догадался. Прошу вас за столик победителей. Сергей Ганин. А я? Я думаю, что этот тур подтвердил, что ведущим программы «Маркиза» может быть любой. Любой актёр театра ТХ, хотел я сказать. Спасибо. Серёж, ну вы ещё вернётесь на это место. Ну хорошо. От литературы можно отдыхать только одним способом, если от неё устают вообще. Слушаем музыку. В общем, обычно я пою или свои песни, или народные, но я не могу удержаться и хочу спеть песню Александра Градского. Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали, А в них охотники стреляли и убивали птиц небесных. А птицы падали на землю и умирали в час печали, А в них охотники стреляли для развлечения и веселья. А птицы знали, понимали, что означает, Каждый выстрел, но по весне вновь прилетали К родным местам у речки быстрой И не могли не возвратиться К родимой и северной округе И песню горестной разлуки Весной веселой петь птицей И не могли не возвратиться К родимой и северной округе И песню горестной разлуки Весной веселой пели птицы А в них охотники стреляли И попадали в птиц нецелись И песню скорби и печали Весной веселой птицей пели И песню горестной разлуки Один из постоянных спонсоров нашей программы Ресторан и магазин «Салон Зеркальный» Славится своими поговорками Вот и в данном случае они просили Передать мне приз Предварив его поговоркой Соловья басим не кормят В общем фирма угадала Я очень люблю сладкое По мне это видно Я думаю, что магазин «Салон Зеркальный» угадал с Соловьем Спасибо А пока настало время размяться И всем отдохнуть на таком промежуточном туре Который у нас называется «Игрой для зрителей» И эту игру для зрителей По традиции проводит владелец фермы «Сант» Известный всем вам Станислав Трифонов Прошу вас В сегодняшней игре со зрителями Мы несколько отойдем от традиций От традиций вопросов Которые связаны были с русской Там, с советской литературой Сегодня вопрос Несколько необычен И связан С несоветской и с нерусской литературой Итак, литератор Одно из самых известных произведений Которого начинается такой фразой Когда мне было 6 лет В книге под названием «Правдивая история» Где рассказывается про девственные леса Я однажды увидел удивительную картинку На картинке огромная змея Удав Глотала хищного зверя Вопрос пока не полностью еще прозвучал Нужно кроме того, что назвать Имя этого литератора И хотя бы коротко сказать О его судьбе И вообще Это французский писатель Эдзент Экзупери Но кроме того, что он был писателем Он еще был и летчиком И воевал против Во Второй мировой войне И до сих пор даже неизвестно где могила Потому что он Последний вылет его был куда-то В просторы Марокко В Северную Африку И оттуда пришли его последние позывные И после этого он на аэродром не вернулся И поэтому неизвестно даже Где его могила Где остались Где разбился самолет А произведение 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 Мой маленький принц Ответ абсолютно точен И приз выигравший ему несколько необычен Это абсолютная копия Того самого самолета На котором ушел Свой последний полет Антуан Десент Экзупери Представьтесь пожалуйста Хотя возможно Постоянные зрители нашей программы Уже и знают Ольга Синичкина Победительница одной из наших игр С Леей Хиджаковой Но все-таки Вы в то время были домохозяйкой Насколько я помню Да? Я продолжаю Пребывать в этом же качестве И поэтому больше о себе Ничего сказать не могу Дополнить Очень успешно Вы продолжаете карьеру Победителя Всяких конкурсов на Маркизе Хорошо вас Спасибо А что касается Сан-Экзупери То программа Маркиза Очень любит другую фразу И старается Следовать этому завету Кстати, как вы думаете Что это за фраза? Мы в ответе за тех Кого мы приручили Совершенно верно Мы в ответе за тех Кого мы приручили Можно еще? Мне кажется Следующая фраза Экзупери Больше подходит К нашему Вот этому вот салону Самое большое богатство Это радость Человеческого общения Это он тоже Ему принадлежат Эти слова Спасибо Ну радость общения Вас ждет еще и впереди Сейчас игра для зрителей Которую проводит Сергей Волков Прошу вас, Сергей Я сейчас Вам дам маленькую цитатку Совсем небольшую А вы будете пытаться Отгадать автора Он понял Что теперь надежды на спасение нет Что погиб он окончательно Бесповоротно И ничто в мире Не может спасти Было немало Своих законов У этого Огромного лагеря Солженицын Почему вы так решили? Ну Лагерь Прежде всего Ну Первый и последний Пожалуй Это не Солженицын Мне кажется Что это Сергей Довлатов Увы При всей любви К Сергею Довлатову Это не он По-моему Это Варлам Шаламов Почему? Я не могу ароментировать Я просто недавно читал Вот И как-то вот Эту фразу Мне запал Нет Плохо Судьба человека К сожалению Нет У меня возникла Такая идея Что это Аркадий Гайдар И речь здесь идет О пионерском лагере Минуточку В данном случае Вот это его повесть Я забыл Я ее так давно читал Когда мне было еще лет 10 Это было так давно И в ту же минуту Он понял Что теперь надежды На спасение нет Что погиб он окончательно Бесповоротно И ничто в мире Не может спасти Было немало своих законов У этого огромного лагеря Как и всюду Нередко законы эти обходили И нарушали Как и виновных Ловили Уличали Стыдили И наказывали Но чаще всего Прощали Прощали за солнце За яблоки За виноград За сорванные цветы За примятую зелень Но за море Не прощали никогда Владик вышел из воды Крепко выжил без рукавку Оделся И взял альку за руку Это Аркадий Петрович Гайдар Я бы тоже хотел с вами поиграть Потому что название Следующей песни Вернее Наведу Это романс Который Все-таки относится к вашей игре Я бы занял Может Две-три минуты Пожалуйста Задавайте вопросы В романсе есть слово Звезда Нет Скажите Это классический романс То есть Да Да Я вам подскажу Это именно тот процесс В котором вы сейчас находитесь Существует такой романс Сомнения Вот Браво А где Станислав Трифонов Станислав Нужно какой-нибудь приз предусмотреть Мы не ожидали Но замечательный человек Отгадал Хорошо Итак Приз от фирмы Сант Ждет вас А какой Пусть вас пока мучит сомнений Уймите Волненье страсти Засни безнадежное сердце Я плачу Я стражду Душой стомилась В разлуке Я плачу Я стражду Не выплакать Горю В слезах На прознан надежда Мне счастье Гадает Не верю Не верю Обетам коварным Разлупа Уносит Любовь Сон Неотступный Бразный Мне снится Соперник Счастливый И тайно И злобно Кипящая Ревность Пылает И тайно И жадно Одна Оружие И И Шерсть Рука Напрасно Измену Мне Ревность Гадает Я не верю Не верю Коварным Даветам Я знаю Ты будешь Со мной Минуют Печельное Время И Слово Обнимем Друг Друг И Страстно И Жарко Забьется Воскрёвшее Сердце И Страстно И Жадно Одна Сустами Союз Устан Спасибо Мы начинаем Третий Последний Предварительный Тур Вам предстоит Угадать Некую Точку В пространстве Где Происходят Действия Или Часть Действия Одного Известного Литературного Произведения С Нечистой Силой Это не связано Нет Скажите Пожалуйста В этом Месте Не предполагался Шахматный Турнир Нет Данное Пространство Обладает Способностью Передвигаться В пространстве Ну Свои По крайней мере Его конструкторами Эта способность Не предусматривалась Это Архитектурное Сооружение Да На сегодняшний день Это архитектурное Сооружение Сохранило свой Тот Первозданный Вид Которое Нашло свое Отражение В произведении Литературном Нет Это Жилое Помещение Да Это Не коммунальная Квартира Да Вы хотите Ответить Минуту Вы задали вопрос Вы можете Ответить Да Наверное Я попробую Может быть я ошибаюсь Вы хотите ответить Половину приза Я отдам Игорю За Никакую половину Вы выходите в финал Если выигрываете Да Ну наверное Это все таки Нехорошая квартира Что значит Нехорошая квартира Михаил Булгаков Увы Был вопрос Связан ли она С нечистой силой Нет Зойкина квартира Нет В таком случае Это может быть Только Воронья Слободка Володь Мне очень грустно Но это не Воронья Слободка Я сел Нет Мне очень грустно Потому что нам придется Переграть этот тур Я не успел предупредить себя Это действительно Воронья Слободка Но ты дал перед этим Неправильный ответ И ты не имел права Участвовать дальше Вам предстоит угадать Некое географическое место Некую точку в пространстве Где происходило действие Или часть действия Известного литературного произведения Я жду ваши вопросы Места в России Нет Скажите Это связано с нечистой силой Что это место Да Да Конечно Вот это вот самое место Нет Это место находится в космосе Хотя возможно Я не совсем точно вам ответил Но я вот решил Ответить снять Я отвечаю Это место находится в космосе Нет Это место находится в Удиве Да Ну тогда Здесь я думаю Речь идет о романе Михаила Булгакова Мастера Маргарита О той части Где рассказывается история Иешуа Из Назарета Вот В данном случае Речь идет о Иерусалиме И Голгофе Ну что ж Сегодня у нас В финале Играют только мужчины Браво Ну вот У нас Определилось Три Участника Финала И тем не менее Игра сегодня Я уже устал повторять Не юбилейная Юбилеев мы не справляем Но тем не менее Десятая А у десятой игры Могут быть свои правила Или если хотите Свои причуды Вернее Свои причуды Могут быть у ведущего Ведущего в десятую игру Если вы помните В третьем туре Когда отгадывалась Воронья Слободка Дебютант нашей игры Владимир Яценко Угадал Правда со второй попытки И хотя я вот В горяча сказал Правила для всех едины И сыграл четвертый тур Вроде бы перечеркнув Тем самым третий тур Вот сейчас я подумал Конечно правила едины Для всех и всегда Но не для десятой игры И поэтому Сегодня у нас будет Финал не для троих А для четверых И четвертый финалист Владимир Яценко А сейчас игра для вас И я задаю вам Следующую загадку Вы должны узнать Назвать мне Сказать Сколько в девятнадцатом Веке Стоила Следующая Услуга Перевезти на лодке Человека через Неву И нужно будет Подтвердить Названную Названную вами цифру Литературным Примером Прошу Неужели уже готовы? Пожалуйста В медном всаднике Евгений переправляется Через Неву За гривенник Ну блестяще Его за гривенник Охотно через волны Бурные везет Евгений смотрит Видит лодка Прошу Виталий Прошу сюда Евгений смотрит Видит лодку Он к ней бежит Как на находку И перевозчик И перевозчика зовет И перевозчик беззаботный Его за гривенник Охотно Через волны Страшно везет Я был уверен Что вы вообще Не угадаете Но великолепно Виталий Скородумов Театр АТХ Волнующий момент наступает Финал четверых Загадан известный Литературный герой У каждого по пять вопросов Задаете вы их по очереди Пять общих вопросов Первый вопрос Это мужчина Да Действие этого произведения Происходит в России Ну что он называется Россия Российская империя Хотя бы частично Ну имеется ввиду Ну хорошо Я отвечаю Да Ладно Он русский По национальности Ну скажем Нет В финале этого произведения Герой остается жив Нет И последний вопрос Действие этого произведения Происходит в девятнадцатом веке Нет Ну что ж Прошу вас Действие этого произведения Было экранизировано То есть было ли Экранизировано это произведение Да На протяжении этого произведения Происходят какие-либо Военные действия Да Главного героя убивают Да Главный герой Этого произведения Незадолго до финала Случайно не раскаялся в том Что упустил Свою Единственную Любовь По крайней мере Публично Он не каялся Нет Ну а ей Он об этом не сказал Нет А такая женщина У него была Вообще Женщина Что 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 Женщина у него была Скажем Перед кем каяться Была ли у него Женщина Да Любимая женщина Да Любимая женщина Был ли он Приближенным Кого-либо Из русских Там царей Императоров Нет Он не был Революционером Нет Был ли он Каким-либо Образом Связан С сильными Мира сего Имеется ввиду На то время Ну что вы называете С сильными Мира сего Ну скажем Те кто стоял У власти Реальной власти То есть монархии Или если это 20 век То руководители Государства Нет Это не военный Человек Военный Летый человек Да Участвовал ли Этот герой В каких-либо Смутах В России В смутах Или в гражданской войне В смутах Или в гражданской Войне в России Да В какой-то Междуусобной войне Да нет Действие произведения Происходит в 20 веке Нет Стало ли имя Этого персонажа Нарицательным Ну пожалуй Это Экранизация романа Какого-то Крупного Известного То есть Как-то у вас Другого конца Как-то подходит Мы не об экранизации Говорим Ну может быть роман Лето Ну да Роман Лето Пожалуй нет Роман Воседал ли этот Герой на престоле Нет Герой погибает В поединке В поединке Или погибает Герой Нет Существует ли Единственная версия Судьбы этого героя В литературе Единственная версия Вы имеете ввиду Принадлежащая только Одному писателю Одному литератору Да Только одному литератору Но это 17 век Действие происходит А вот вы знаете Я вам не могу Абсолютно точно сказать В каком веке происходит действие Указание противоречиво Прошу Этого героя казнет Казнили ли этого героя Да Челубей Что? Это Челубей из Полтавы Увы Увы Нет Было ли обнаружено Это литературное произведение В конце 18-го Начале 19-го века Нет У меня простой вопрос Это драматургическое Произведение Нет Так Значит Вы задали по 5 вопросов Итак Игра переходит к зрителям Вы остаетесь в игре Но на общих основаниях Прошу вас Пожалуйста Скажите Действие происходит На территории Украины Да Тарас Бульба Браво Браво Ну что ж Мне очень жаль Вновь Суперприз Никто не выигрывает И вновь На следующей игре Я буду читать Как стихотворение Новые-новые Призы Добавляющиеся К нашему суперпризу Ну такова судьба Теперь я прошу Представить нашего финалиста Суперфиналиста Прошу вас Гребенников Александр Иванович Так Чем вы занимаетесь Александр Иванович Научный сотрудник Института механики и физики Саратовского университета Замечательно Итак 10 вопросов На то Чтобы угадать Гостя Нашей программы Если вы угадаете Вы получаете Вот этот Альтернативный приз А если не угадаете Неважно Вы все равно Получаете встречу С нашим гостем Подбодрим Суперфиналиста Я жду ваших вопросов Первый вопрос Наш гость мужчина Или женщина Наш гость мужчина Да Родился ли он в Саратове Нет Работает ли он в Москве Ну что вы подразумеваете Под работой в Москве Постоянное место работы Постоянное место работы Это несколько философских Ну хорошо Да Хотя вы знаете Что работа актеров Связана с разъездами Вот сегодня он работает В Саратове Он только играет Или и ставит спектакль Я прошу вас Он только играет Да У него ярко выраженное Амплуа Еще раз пожалуйста У него ярко выраженное Амплуа Какое амплуа Комик например Нет Он актер широкого диапазона Он больше играет в театре Или в кино Я Ну вы Он больше играет в театре Вы знаете Бывает сложно По отношению К некоторым актерам Можно очень четко Говорить что это киноактер Или актер театральный А вы забываете что кроме работы в театре и в кино Есть еще и другие Занятия для актеров поэтом Ну вот И театральный киноактер Допустим так Это актер МХАТа Является он сейчас актером Московского художества Академического театра Да Я правильно вас понял Или был ли он когда-нибудь актер МХАТа Был ли он когда-нибудь актер МХАТа Тогда да Имел ли он когда-нибудь отношение К театральной жизни Саратова Нет А между прочим Сегодня была великолепная подсказка Выход этого актера Готовился в течение всей программы И я-то думал Что Уже в самом начале программы Вы будете знать Встреча с кем вас ждет Этот актер По росту Выше Метра восьмидесяти Начались любимые вопросы Обычно он как-то со мной так сравнивает Ахиджаку Как я уже говорил ниже Этот актер выше вас Да Да Вас это радует Да Он носит бороду Носит ли он бороду Да Это был последний вопрос Ну тогда версия Так, минуточку Десять вопросов задано Вам остается только поаплодировать Чтобы подбодрить Нашего Финалера Как вы жалеете аплодисменты Я удивляюсь А он еще не ответил Ну хорошо Я удовлетворен Прошу вас Может это актер Петренко Итак, вы считаете Что это актер Алексей Петренко Ну что ж Гость нашей программы Алексей Петренко А подсказка-то была В течение всей игры Это Наш кабзар Василий Жданкин С которым Очень часто выступает Алексей Васильевич Я с удовольствием Уступаю в свое место Нашему гостю Был вопрос Имею ли я отношение К Саратову Я имею отношение К Саратову Как это ни странно Вам покажется Хотя я родился На Украине Но к Саратову Я имею отношение Самое-самое Что ни на есть Уже теперь близкое Дело в том Что Моя жена Саратовская Стал быть Все ее Предки Жили в Саратове Значит Девичья фамилия Мамы Моей жены Кожуховой Девичья фамилия Редкая Для Саратова Попова Жили они На кирпичной улице Отец Жены Он Карайский Большой Карай Это Где-то здесь тоже Я впервые В Саратове Ну в общем Я Вы не сочтите Это за самозванство Но я вправе Считать себя Имеющим отношение А может быть Даже Теперь же Наполовину Саратовчанин Алексей Васильевич Вот для начала Нашего разговора Вы только что Возвратились Из фестиваля В Тираспеле Насколько я знаю Может быть Вы несколько слов Скажете об этом Потому что я думаю Это будет интересно Пожалуй Что можно Фестиваль В Тираспеле Это фестиваль Славянских И православных Народов Фестиваль Кинофестиваль Он проводится уже В третий раз Значит второй раз Был он в Сербии Второй фестиваль И вот в Тираспеле То есть в таких вот Горячих точках Как это Вот не покажется странным Но ни в Сочи Ни в Анапе Ни в других таких Хороших И Отдыхающих местах А вот В Тираспеле Фестиваль Значит там было Я был там Как член жюри В студенческих фильмах И еще было там Три фильма С моим участием Это кланяюсь вам Пороги И второй фильм Мне снились только звуки По разряду Телевизионных фильмов И был еще художественный фильм Кооператив Политбюро Или Будет долгим прощание Это белорусский фильм В Белоруссии сделан Это Современный фильм Где я играл Сталина Я получил Приз за исполнение Лучшей мужской роли Это фестиваль Такой он Не очень рекламируемый Вот Но Там были сербы И Прошлый раз был в Сербии Фестиваль этот И Мы Там Значит Как бы Помогая Им Справиться с этой В общем-то Страшной задачей Когда Все ополчи Все против них Это Явно уже Весь мир Против них И даже Россия Которая Была Когда-то Всегда за них Теперь Почему-то Не очень-то Им помогает И мы Пели там Сербскую песню 1914 Года Там Моя Далеко Далеко Край Мора Там Моя Село Моя Там Моя Сербия Там Моя Моя Там Моя Село Моя Там Моя Сербия А Зар Мора Ладоц Та Целан И Сречна Ночь Каза Седра Ган Моя От Моя 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 Та Целан И Сречна Ночь Каза Седра Ган Моя От Моя 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 Там Моя 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 который отказался от участия в этом фильме, конкретно от роли Распутина. Это правда? Я об этом не знаю. То есть вы с Анатолием Солоницыным на эту тему не говорили? Нет, никогда. С Анатолием Солоницыным никогда на эту тему не говорили. Я знаю только, что было много пробующихся актеров. Много. Притом все наши самые лучшие актеры пробовались. Самые лучшие. Действительно, и до сей поры они самые лучшие. Ну, я теперь уже могу назвать, во-первых, Марков. Он был утвержден, в общем, уже. Утвержден. И на последней пробе, которую решили, он сказал, его еще раз попросили попробоваться, он сказал, я все сделал, что я должен был сделать и мог, больше я не буду пробоваться. А я, в общем, рискнул и попробовался еще раз. Значит, Марков, Евсигнеев, Лебедев Евгений, Ульянов и покойный Попанов. Это вот из тех, кого я знаю, что пробовались. У меня есть фотографии, кстати, проб их. Я тогда их выкрал, когда я уже снимался. Они там стояли просто так. Я знаю, что их выбросят потом или разворуют. Так лучше я уворую. Я просто уворовал, и они у меня сохранились до сей поры. Алексей Васильевич, вы в фильме «Александр Аминты» сказали про то, как царь Петр-Арапа женил вместе с Высоцким работали. Скажите, пожалуйста, как вам с ним работалось? Когда умер Высоцкий, ну, стали сразу тут говорить и много друзей. Я, к сожалению, даже рюмки водки с ним не выпил. Вот несмотря на то, что мы и озвучивали, и снимались. Знаете, вот, я не знаю, как вам объяснить. Есть среди актеров вообще, среди актеров, есть это интересное взаимоотношение, когда никто не хочет уступить. Это как на беговой дорожке. Вот каждый хочет быть первым, впереди. Никто не... Я вот думаю, как... Вот представьте себе, что вот... Поэтому у нас было соревнование. Вот как это ни странно, соревнование. И вначале фильм назывался «Арап Петра Великого». А когда сняли больше половины и уже стали монтировать, фильм назвали «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил». Володя, я знаю, а он был вообще-то очень-очень такой, он лидирующий человек. Он не любил быть ни вторым, ни третьим. Он был первым. На Таганке первый. На эстраде первый поэт, он считал первый. Но его почему-то не... А потом уже сказали, да, вот этого времени первый. И посему, значит, посему мы с ним имели такое вот негласное, но соревнование. И вот как две... Ох, я по своему делу. Я тогда никто меня еще не знал, только театральные люди, которые ходили в театр, знали в Ленинграде. Вот. Я наблюдал, конечно, за ним очень усиленно, чтобы, значит, чтобы, ну, увидеть, как он работает и мне что-то не прозевать. Значит, он во время перерывов, пока был не за гримином, ждали солнце или ждали там тучи или что-нибудь, обязательно на площадке что-то ждут. Он в это время сидел и писал, 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 писал. Потом вдруг говорили, съемка. Он быстро геномировался и шел. А я в это время зубрил, 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 чтобы прибежать первым, значит. Я роль, значит, там доставал этого времени Петровского, там читал, влазил в это все. Ну, в общем, видите, он два дела делал, и прекрасно, кстати говоря, а я одно только. Вот я никогда два дела не умел делать, поэтому очень завидовал людям, которые умеют делать сразу несколько дел. Вот. И я могу сказать вам, а потом вечер наступал, я еду, значит, в гостиницу, никому я не нужен. А Владимир Семенович, его ожидает Волга, и он едет на ночные выступления, на встречи, там, в МВД, в КГБ, там, еще куда-то. И ночь работает, зарабатывает хлеб, потому что у него тогда Марина Влади, дети приехали, там, ну, в общем, он тут должен, а он, мужчина, он должен был все-таки чувствовать, что он здесь хозяин, и должен был их обеспечивать. И он, я видел, что он это делал. Вот. Поэтому я думаю, а потом утро наступало опять так же, днем опять так же, и я думаю, что он просто себя сжег. Знаете, как, просто сжег. Он трудился страшно, на мой взгляд. Так, может быть, так, не под силу, в общем, даже вот обыкновенному человеку. Алексей Васильевич, вы говорили о том соревновании с Владимиром Семеновичем, во время, ну, хорошем соревновании, во время съемок Араба Петра Великого. А вот, когда смотришь фильм «Жестокий романс», так создается такое впечатление. Не было ли у вас такого же соревнования с Никитой Михалковым, допустим? Там не только с Никитой Михалковым. Да, не только. Да. Ну, конечно. Конечно. Ну, но. Там было больше даже не соревнования, а усилия по тому, как бы достигнуть того гения, который был в лице Александра Николаевича Островского. Вот это было самое главное. И самое главное было то, чтобы, допустим, вот фразу, которая была переиначена, я не знаю, по какой причине, может, показалась она лучше, чем была в Островском. Как, допустим, велико наслаждение видеть вас, но еще большее наслаждение слушать вас. А у Островского велико наслаждение видеть вас, а еще большее наслаждение, не большее наслаждение, а большее наслаждение слушать вас. И там было, значит, вот некоторые фразы, допустим, одного персонажа передавались другому, вот у меня было много текста этого второго-то купца нашего, Вожеватого, да, был текст, еще чей-то там текст был. И я писал заявление Эльдару Александровичу, значит, писал заявление, что уважаемый Эльдар Александрович, я, позвольте мне сказать меньше, значит, текста, но текста, который принадлежит к Нурову, за это я обязуюсь, значит, сократить паузу там-то, чтобы сэкономить пленку это и дать возможность, ну, такие шутейные немножко заявления, Но я, слава богу, не произнес ни одной чужой фразы, вот таким образом, как-то частью шутейной, частью, конечно, настырностью какой-то, и когда, наконец-то, пришло время монолога моего, который был сокращен в три или пять раз, а то совсем его нет, я попросил, чтобы его оставили, последний монолог, ради чего, в общем, роль к Нурову. Эльдар Александрович очень рассердился на меня и сказал оператору, снимай, снимай, пусть снимай, я все, потом отходил, я все равно его вырежу. Ну, он не вырезал, но зато на монологе он ставил героиню, вот я говорю за кадром там, значит, а героиня стоит, но это все равно было хорошо, потому что тексты мощные у Островского. Алексей Васильевич, великое удовольствие видеть вас, но еще больше наслаждение слышать вас. Еще песню одну, да? Ну, давай, Легию такую. Ну, давай, Легия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Дooo ДimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok ДimaTorzok Еще сколько? Вопрос, если можно. Пожалуйста. Вы сказали, что подлецов играть легко, хороших людей трудно. Да. А каково было играть Сталина в кооперативе Политбюро? Очень трудно. Очень трудно. Из-за этого следует, что Сталин хороший человек, или это трудная роль? Нет, это, видите ли, исторические персонажи, это особая статья исторических людей. Видите ли, я, как видите, никаким, ни физиологически, ни рост у меня не такой, ну все, не так, как было у Иосифа Виссарионовича. Я немножко такой, в жизни тихий, на сцене, и в кино я немножко громкий человек. А вот это и трудно, что все знают, допустим, какой должен быть, там, Петр Первый, или... Легко только тех, кого никто не видел никогда, у тех легко играть. Легче, вернее, не легко, а легче. Вот и все. Анатолий Васильев, вы не поняли, если бы мы не задали вам вопрос о том, как вы работали с Анатолием Васильевым, потому что работа... С СРСО, в смысле СРСО? Да. Сейчас я скажу, работали три года, Анатолий Васильев работал три года. Потом, значит, через три года стало распадаться там что-то такое. Потом, значит, вот он пригласил меня, я, значит, включился за три месяца до выхода спектакля. И вот три месяца отрепетировал, то есть я оказался как бы вот счастливым для них, мой приход. И выпустили спектакль, и объездили с ним всю Европу. В общем, и спектакль получился... Кстати говоря, действительно, это был удивительный спектакль. Не потому, что я там работал, а потому, что таких спектаклей я больше не вижу на нашей московской сцене, но, наверное, и у вас тоже. Он был... Это был один из идеальных по художественным делам спектаклей. Извините, пожалуйста. Ну, действительно, вот сейчас в последнее время проблема очень серьезная. Вот наш театр практически раскололся на этом. Что вы пьете? Что-что? Что вы пьете? Вот в наше время так вот. Какие напитки вы предпочитаете? Спиртные? Спиртные? Да. Ну, если мороз, водка. Если жара, сухое вино и квас. Я сам делаю квас. Кстати, всякий квас. Я 14 сортов кваса делаю сам. Вот. Вот свидетель может подтвердить. Из всего, что бродит, делаю квас. Но водка не Распутин, конечно. Что-что? Водка, конечно, не Распутин. Нет. Нет, нет. Кристалл. Сам кристалл. Все, все. Закусываю огурцами, помидорами. Утром квас, рассол. Алексей Васильевич, вот не секрет, что у вас масса поклонников среди любителей игрового кино. Любителей театра. Но вот знаете ли вы сами, что вас числят в качестве одного из своих учителей документалисты? Знаете или нет? Нет. Не знаю. Нет. Ну, тогда вы, значит, и не знаете за что, да? Нет, конечно. Вот за ту вот маленькую роль, шедевр в фильме «20 дней без войны». За ваш вот этот вот монолог. За ваш вот этот вот монолог летчика-капитана. Мы все мечтаем о том, чтобы вот у нас синхронный фильм хоть однажды получился вот на таком вот, так сказать, уровне. Вот скажите, пожалуйста, может вы как-то вспомните, как эта вообще роль появилась, как она игралась, как она была сделана? Ну и, наверное, сюда же, как вы относитесь к документальному кино, смотрите ли вы его? Понял. Понимаете ли вы вообще искусственным, нелепым и глупым вообще деление кино на документальное, игровое? Понял. Спасибо. Вот Симонов написал сценарий, Алексей Герман взял составить фильм. Принесли мне сценарий, у Алексея Германа был ассистент там, принесли мне сценарий, потому что я ехал в Москву на озвучение Петра Первого. И попросили мне передать сценарий, Леонову принести домой, потому что он не может никак, ему срочно надо было дать этот сценарий и сказать, чтобы он посмотрел роль летчика. А Леонов снимался тогда Тилю Лендшпигель. Он уехал сниматься, не смог приехать там или на пробы, или приехал, но что-то не знаю я как. Вызвали Ролана Быкова, попробовался Ролан Быков на эту роль. А я принес, значит, прихожу и говорю, вот я отнес сценарий, все это самое. Мне говорит один из ассистентов, а что если вам попробоваться? Я говорю, я сразу не смогу, как, когда, тогда-то. Вот я пришел тогда, когда договорились в павильон, там был макет вагона, там стояли рабочие, трясли его, как будто едет. Вот я сел, они поставили камеру, и я стал рассказывать, значит, этот монолог. Ну, импровизируя, потому что я за такое короткое время выучить его наизусть не мог. И я стал рассказывать этот монолог как бы от себя, от летчика. Вот, а они затихли павильон, там шумели, шумели, потом затихли. Я закончил, и Герман закричал, камера была включена. Он говорит, нет, ну вы же не сказали, вы сказали репетиция, проба там эти. Ну, он сказал несколько непарламентских выражений, прокричал, он такой горячий, в общем, и кричит, когда он горячий. Прокричал там непереводимых диаметических оборотов много на тех, кто не включил камеру, что надо в такие вещи чувствовать, что там то-то, то-то. И подбежал ко мне, стал говорить, ты еще раз можешь так сделать или нет. Я говорю, нет, так не сделаю уже. Будет по-другому, если то будет, потому что я уже этих нюансов, я не помню, это все шло как бы импровизационно. Ну, давай еще раз. Ну, вот мы еще раз сделали. И приехал Ролан Быков, и он говорит, я тебе хочу показать пробы. И он пошел, значит, пробы показывать, включил Ролана, Ролан посмотрел себя, потом включил меня. Ролан посмотрел и сказал, я это самое сдаюсь, не надо, снимаю вот этого, и больше ничего не надо. И мы, значит, поехали, то есть как в один прекрасный день в Казахскую степь. И вот было это дело в 4 часа утра, потому что летчик рассказывал в 4 часа утра о своем несчастье, как, значит, поездки домой. И дождались в 4 часа утра, поезд едет, включили камеры, я сказал три фразы, и не пошло. Все, хоть убей, я спать хочу в 4 часа утра, не могу. Все, значит, вы долго возились, там он кричал, ну ладно, завтра это самое. Мы заклеили окна, дали мне поспать. В 12 часов утра я сел перед камерой, рассказал уже четвертый или пятый вариант этого монолога. Он каждый раз был, разные детали появлялась, мать появлялась там кто-то еще. Значит, сняли, подъехала машина в степи, и меня в этот самый, в Ташкент, посадили в поезд, и не озвучивая, оставили. Вот это так я снимался в этом эпизоде. Теперь, насчет кино документального и художественного. Нет документального, есть художественное и нехудожественное, малохудожественное. А документальное и художественное нету такого, не должно быть разделения. Есть очень хорошее. То есть сейчас, кстати говоря, документальное кино, оно более, по-моему, мощном уровне, ну, по крайней мере, у нас. У нас это интереснее, намного есть сейчас фильмы, и были фильмы тоже. Их только на них не обращали внимания, и мало их показывали. Все. Что-то я отбарабанил, я что-то так быстро. Ну, мне жалко времени, и думаю, что, может, холодней будет когда. Ваша любимая роль, у вас есть какая-то самая ваша любимая роль, которая вам дорога? Как актеру? Может, я, может быть, сумею на традиционный ваш вопрос, может быть, сумею нетрадиционно ответить и промолчать. Спасибо. Спасибо. Извините. Олег Васильевич, я знаю, что есть еще много вопросов, и не знаю, понравится ли вам сейчас мое следующее предложение. Но, тем не менее, многие просили мне передать вам это. Я попробую. Мы просим вас что-нибудь почитать. Я знаю, что вы превосходно читаете Пушкина. Не обязательно Пушкина, но я, в общем-то, очень люблю с детства монолог Сасси, но вы его сейчас не помните. Дело в том, что я знаю из детства мой отец, когда в то время, в 1934-1935 год, стали школьные спектакли, тогда было модно очень на дне. Он играл Сасси, но с тех пор потом пьесу возносили, сейчас ее вообще ни во что не ставят. Я люблю очень эту пьесу, может, это воспоминание детства. Я очень люблю этот монолог, который читал отец. Неосенний мелкий дождичек Брыжет, брыжет сквозь туман Слезы горькие льет молодец Ох, злой бархадный капитан Полноте молодец Ты же не девица Пей, тоска пройдет Пей, пей, пей Тоска пройдет Ах, тоска, братцы, товарищи Грудь задела глубоко Дни веселья, дни радости Отлетели далеко Ох, полноте молодец Ты же не девица Пей, тоска пройдет Пей, пей, пей Тоска пройдет Ах, тоска, братцы, товарищи Когда я пьян Мне все нравится Он молится Прекрасно Человек может верить И не верить И не верить Это его дело Человек свободен Он за все платит сам За веру За неверие За любовь За ум За все платит сам И потому Он свободен Человек Вот правда Что такое человек Это Не ты Не я Не они Нет Это Это ты Я Они Старик Наполеон Магомет В одном Понимаешь Это огромно В этом все начало И все концы Все в человеке Все для человека Существует Только человек Все же остальное Дело его рук И его мозга Человек Это великолепно Это звучит Гордо Человек Выпьем За человека Барон Наливай АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Заснешь надолго, Моцарт. Но уже он прав? И я не гений, гений злодейства. Две вещи несовместные, неправда, Абонно-рочий или это сказка тупой, Бессмысленной толпы. И не был убийцей создатель Ватико. Она. Это прошу прощения. Я просто симпровизировал из оперы Римского, Корского, Моцарта и Сальери. Но так как он не идет подряд, То сразу наверху очень получается это самое. Далеко. Спасибо, спасибо. Как ни жаль. Наверное, уже пора заканчивать. Игра подходит к концу. И, честно говоря, после вот этого вдохновенного монолога, Может было бы говорить еще очень много, Сдавать много вопросов, Но мне кажется, вряд ли мы скажем что-то большее. Как вы знаете, наша программа всегда кончается Вручением цветов, Живых цветов всем дамам, которые присутствовали в студии. Мы будем озвучивать вручение цветов. Попробуем. Казацкий марш. Или казацкая застольная. Тихонько. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Спасибо. И дай Бог, чтобы у вас было здесь хорошо жить и было у вас здесь радостно жить. Счастья. Счастья.